Америкосов, я вообще не пойму, чему их учили в школе? Они что, вправду тупые? Они что, действительно до прилёта Челябинского метеорита не знали, что в России есть другие города, кроме Москвы и Петербурга? И только метеорит. Бабах! Оказывается, Челябинск есть ещё. Так удивились, когда узнали, что в каком-то Челябинске авторегистраторов на машинах больше, чем во всей Америке. Это понятно, потому что в Америке зачем авторегистратор иметь? Да, нам надо, потому что в Америке такого, как у нас на дорогах, не бывает. Вот так едешь-едешь, танк дорогу переехал. Из танка бабы пьяные торчат из башни с шампусиком. Они когда по нашему Ютюбу начали шастать, смотреть эти ролики, записанные во время падения медиа, О, они столько узнали о России. Америкосы и поняли, с нами лучше не связываться. А у них был комментарий, один из первых, когда у нас бабахнул метеорит, и когда вдруг посыпались во всех сетях вот эти ролики, заснятые авторегистраторами, фотиками. Америкосов прикольный комментарий такой был в их сети. Русские записали падение какого-то куска метеорита с хрен знает скольких ракурсов. А у нас, долбанных Америкосов, нет ни одной записи, как самолет падает на Пентагон. Причем половина Америки испугалась, страховки стали оформлять, потому что есть такое ученое мнение, что метеориты одни не летают, что еще прилететь должен. Жирик первым откликнулся на событие, сказал, это Америкосы хотели разбомбить Челябинск. Да они даже не знают, что такое город есть. Ну, его спросили, почему он сказал, по Челябинскам секретное оружие. Да. Очень секретное оружие. Америкосы узнали. Америкосы не боятся ядерных зарядов и ядерного оружия. Они очень боятся больше всего в жизни. Знаете, что? Снега. Вот у них, когда снег, компьютеры отключаются, на дорогах движения останавливаются, все, замирает страна, замерзает все. Под Челябинском, не говорите никому, сконструировали под землей большой снежколеп. И уже слепили снежок размером с Вашингтон. Вот такой. Сейчас заканчивают делать катапульту, чтобы... Америкосы узнали, решили бомбануть это дело. Испугались реально. Ой, потрясающе. И вообще так интересно наблюдать, когда что-то в России случается. Уже сейчас продано осколков метеорита по весу в шесть раз больше, чем сам метеорит. Причем, когда он прилетел, метеорит, это такие тоже интересные. Сразу, сразу люди поразбивали себе окна, у кого плохие окна были, сказали. Нам выбил метеорит. Тут же губернатор сказал, всем ставлю за свой счет. Открыл оконную фирму, на жену оформил. Церковь востроили в честь метеорита. Ну вы подумайте. Какие-то придурки детей называют, если дочка родилась, метеорита. Но зам губернатора побил все рекорды. Он сказал, Челябинск, готовы, как говорит Задор, готовы? Пострадал от метеоризма. Но, зато мы произвели впечатление на америкосов. У американцев даже, у америкосов в телевизионной программе крутились ролики. И даже одна программа была просто посвящена нашим ютюбовским роликам, которые они скомпоновали и показали. Рейтинг был какой-то, говорят, сумасшедший. И такой ведущий, такой юморист, он даже, комментируя эти ролики наши, он так удивлялся сам. Там, допустим, первый ролик авторегистратором снят, как мужик едет за рулем, и у него прямо где-то вот неподалеку перед передним стеклом так... Бах, метеорит! И этот говорит, посмотрите на него, говорит, америкос. Он даже блин не сказал. У него это что, каждый день, что ли, происходит? Посмотрите, он поворачивает за метеоритом. Наши быдовую страховку оформляли, заперлись на замок от этого метеорита. А эти, посмотрите, они ловят метеоритный осколк. А наши там, ой, горяченькие. Это произвело эффект на американцев. И так, кто видел этот ролик, тебе не дадут соврать. Вот представьте, что было с американцами. Едет фура, лошади в прицепе, коровы в прицепе, коровы. И спокойные коровы стоят. Они не знают, что сейчас будет. Потому что такой нежданчик у коров только в России, может быть. У них счастливые, они думают, будущее. Не. На ровном месте. Это для американцев вообще шок. На ровном месте. Хряси перевернулась в фуру. Почему? Никто не понимает. Я думаю, что ж смешного, у меня похолодело все. Потом, через буквально несколько секунд, я сам схохотать начал. Коровы встают, как ни в чем не бывало. Улыбаясь, уходят в поле. Все. А для америкосов это, если это даже для нас интересно, этот ведущий говорит, вы посмотрите, у них даже коровы долбанутые. Он говорит, копытом отряхнула пыль и пошла в поле. Но последний ролик в этой передаче, я не знаю, что с вами будет. Жигуль в 10 сантиметрах остановился от русской бабищи. Бабец, бабища, как хотите. Она такого размера, вот как три снеговика. Новогодних таких снежных бабы. Жигуль остановился, потому что он понял, что он об нее разобьется. Просто в дребезке. И она нависла на дне. Туча такая. Это у американцев показывают. Конечно, после этого нельзя воевать с Россией, потому что она взяла и оторвала капот. И все.